Лето на один день. Сегодня днём было в Красноярске почти 30 градусов, но судя по сильному ветру, погода снова изменится. Когда в город вернётся лето, расскажет специалист гидромедцентра Иван Гордеев. Добрый вечер, Иван. Пора ли нам готовиться к пляжному отдыху или ещё рано? Добрый вечер. Согласно нашим предварительным прогнозам, ещё довольно рано. Хотя в ближайшую неделю температурный режим в городе сохранится повышенным, благодаря активной циклонической деятельности с частыми фронтами, с осадками, периодическим усилением ветра, но отсутствием заморозков. Хотя вот такая волна тёплого воздуха, которая обеспечила горожанам летнюю погоду, она уже отошла на восток. Сейчас мы находимся в зоне холодного фронта, действительно с усилением ветра. Температура воздуха на глазах прям понижается. Завтра мы будем находиться за фронтом, и относительно сегодняшнего дня погода будет менее комфортна, с умеренным северо-западным ветром, небольшим дождём. И в дневные часы прогрев будет всего лишь чуть выше плюс 15 градусов. Хотя в среду всё-таки мы вернёмся под влияние юго-западных воздушных потоков. Ожидается солнечная погода и прогрев в дневные часы до плюс 25. В четверг при общем сохранении тёплой погоды в дневные часы и с прохождением очередного фронта ожидаем неблагоприятное усиление западного ветра, кратковременный, и скорее всего ливневый дождь, возможно с грозой. И вот к концу недели температурный режим в городе всё-таки немного понизится. В дневные часы ожидаем около плюс 20 градусов. В целом сохранится ветреная и пасмурная погода с частыми небольшими осадками, и не исключены также и грозы. Ну и согласно предварительным прогнозам, в дальнейшем, в ближайшие дни, температура воздуха и погода существенно не изменится, пока предпосылок к этому не видно. Что будет на самом деле, узнаем через неделю. Ольга? Спасибо, Иван. Специалист гидрометцентра Иван Гордеев пообещал нам жару, по крайней мере, на этой неделе, хотя к концу недели будет уже прохладнее, чем сегодня.